Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня вас ждёт очень интересная тема. Тема, которую иногда даже... Ну вот сейчас мы с вами будем её разбирать, и вы подумаете, ой, да, может быть, у меня когда-то такое было. То есть вы, возможно, не задумывались, почему такое с вами случалось. А сегодня мы будем говорить о том, почему же у вас появились боли в пояснице, и именно не про сами поясничные боли, а что часто именно эти боли, вызванными проблемами, связаны с гинекологическими заболеваниями, урологическими заболеваниями и различными периодами в репродуктивном возрасте мужчин и женщин. Вот такой очень интересный вопрос, поэтому я сегодня рекомендую посмотреть вам подкаст наш, получить самые действенные рекомендации. Главное, вы поймёте, чем же отличается боль в пояснице из-за того, что вы подняли тяжёлые сумки, или, допустим, у вас было какое-то перенапряжение, или же всё-таки искать проблему нужно в органах малого таза. Поэтому смотрите сегодняшний подкаст. Тема у нас «Гинекология, урология и боли в пояснице. Какая связь». Сегодня вы получите самые потрясающие, самые действенные рекомендации от наших сегодняшних специалистов. Сегодня с нами врач-остеопат, невролог Корнелл Попушой, Ольга Стойко, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, автор онлайн-курса по снижению давления. Маргарита Россова, врач-невролог. Елена Ивашева, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики. Владислав Гринюк, врач-невролог, кандидат медицинских наук. Также с вами Ольга Придухина. Состав врачей потрясающий. Еще раз повторю, что вы видите врачей, которые имеют дипломы, сертификаты государственного образца, ведут ежедневно прием и спасают жизни и здоровье наших пациентов. Также все врачи являются участниками клуба успешных врачей. Действительно, очень часто боли в пояснице, я как гинеколог могу сказать, что связаны с какими-то процессами, происходящими в яичниках. И порой даже женщина путает очень яркую, очень сильную овуляцию, когда не может разорваться фолликул вовремя, допустим, с почечной коликой, и бежит к неврологам. И это тоже определенная проблема. Поэтому, чтобы узнать, какие же есть различия в этой боли, как все-таки определить, что беспокоит, смотрите сегодняшний подкаст и будете получать самые важные рекомендации. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Восстанавливает потенцию, улучшает качество сперматозоидов, профилактирует развитие сексуальных дисфункций. Имеет абсолютно натуральный состав цинксилен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, который является природными афродизиаками и оказывает воздействие с первых дней приема. Принимает по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс на месяц. Абсолютно натуральный состав. Мы прошли все проверки. Ссылка будет для заказа в описании под этим видео. Ну что, друзья, передаю слово потрясающему врачу-остеопату-неврологу Корнеллу. Корнелл, здравствуйте! Здравствуйте! Очень интересная тема. Как говорится, по сути, почти у каждого болит всегда спина, но мы почему-то начинаем искать, как врачи и как и пациенты, начинаем искать причину именно в позвоночнике. Большинство врачей почему-то ищут проблему в позвоночнике. Но из своего опыта могу сказать, что не всегда и процентов, наверное, там, наверное, 45-50 процентов болей все-таки это не связано с позвоночником, не связано там с так называемым диагнозом остеохондрозом. До того, как стать остеопатом, долгое время я был мануальным терапевтом и рассматривал организм человека как, ну там, не как единое целое. То есть, ну, если там приходил пациент с болями в пояснице, либо с болями там в спине, в грудном отделе, то я старался там лечить, там старался именно делать выбор именно той области, которая, в принципе, болит. Но потом пошел, отучился на остеопата и у меня действительно изменилось взгляд на тело человека. Потому что, в принципе, тело человека – это единое и целое. Если... Раньше я не понимал, как там, допустим, проблемы с коленным суставом может дать боли в пояснице. Точно так же и как там проблемы с проблемой, там, допустим, проблемы по гинекологии могут дать те же боли в пояснице. Но потихоньку, набираясь опыта в остеопатии, я понял, что боли в пояснице не то, что не всегда, далеко не всегда именно проблемы, как говорится, неврологического характера. Больше всего это именно либо урология, либо гинекология, там, либо, либо неврология. То есть это, я бы так назвал, что все-таки где-то что-то посередине. Потому что, к примеру, если у пациента есть, ну, у пациентки есть проблемы, к примеру, по гинекологии, я, наверное, думаю, что 90%, что эти проблемы передадутся в виде болей в пояснице. Если там у пациента, у мужчины есть воспаление пристательной железы, 100%, что если есть воспаление пристательной железы, 100%, что боли будут отдавать именно в пояснице. И придет к неврологу, к там, к мануальному терапевту, к остеопату, если человек не воспринимает тело как общее, как целое, то он будет лечить поясницу, там будет назначать какие-то таблетки, и почему-то никогда не задумывается о том, что пристательная железа напрямую, напрямую связана с крестцом. Точно так же, как, допустим, матка. Есть маточная крестовая связка, которая при определенных воспалительных процессах гене... Корнел, у вас микрофончик выключился. Ой, извините. Там при воспалительных процессах. При воспалительных процессах я рассказывал, что если есть воспалительный процесс, скажем так, в пристательной железе, вот, пожалуйста, вам напрямую эта боль будет в пояснице. Это ноющая, там, никогда стреляющая боль, просто ноющая постоянная боль, то есть вы никогда не сможете вылечить эту боль. По одной простой причине, потому что это не проблема в самой пояснице. потому что и многие, к сожалению, многие врачи не задумываются над этим, что все-таки, 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 все взаимосвязано, все у нас в организме взаимосвязано. и когда, как я рассказывал, что когда пошел в остеопатии, изначально как-то я скептически относился к остеопатии, честно вам скажу, многие пациенты, которые давно наблюдаются у меня, они, когда узнали о том, что я там уже защитился, там, как говорится, серьезные экзамены, там не то, что там просто пришелся, отучился, то есть после долгого опыта работы, после большого опыта работы, я еще 4 года отучился на остеопата, и потом очень даже приличные экзамены, там экзамены не только, чтобы были экзамены, нет, конечно, там принимали очень серьезные экзамены, и дипломную работу записывали, и они, когда услышали, узнали о том, что я там защитил диплом по остеопатии, они, как же, вы же скептически относились, я говорю, ну, после первого курса учебы, я, конечно, сразу поменял свои отношения, потому что, действительно, я очень много действительно для себя взял, во-первых, как для доктора, плюс еще я пересмотрел свои отношения, потому что раньше, вот нам в институтах дают анатомию, ну, правильно дают анатомию, я считаю, но как-то не связано, не все, не показывает нам, насколько это все взаимосвязано, ну, к сожалению, я не говорю о том, что нет, у нас хорошие преподаватели в институтах больше, чем уверен, но вот, к сожалению, мы как-то, они смотрят не со стороны, что это общее, что это целый шар, а так, органы отдельные, допустим, к примеру, птос почки, опущение почки, 100% даст боли в пояснице, ну, скажем так, боли в пояснице, кто из врачей, если так посмотреть, кто из врачей, там, допустим, если ко мне приходит пациент, я, ну, там, долго лечится у разных неврологов, у разных остеопатов, и у меня есть такой пунктик, что я без обследования не беру пациента на лечение, ну, вот у меня такой пунктик, я всегда, пациенты, когда меня спрашивают, вот, ну, как другие, я говорю, ну, это мы оставим на совесть других врачей, но у меня есть такой пунктик, потому что я всегда говорю, что обследование это обязательно, вот буквально недавно, это не связано с нашей темой, но вот буквально недавно ко мне обратился доктор, попросил взять на лечение своего родственника, он мне отправил МРТ шеи, боли в шее, отправил МРТ шеи, а там, какое там образование, мне показалось образование, ну, там, фотки, там, на ватсапе отправил, я говорю, слушайте, нужно сделать МРТ мягких тканей шеи, потому что мне не нравится, что там, сделали МРТ мягких тканей, у него, это диагностическая находка, у него объемное образование в нижней челюсти, и у него лимфатические узлы в шее очень сильно увеличены, образование в нижней челюсти может быть та же у стеома, лимфатические узлы, но она никогда не даст увеличение лимфатических узлов, откуда у него такие здоровые лимфатические узлы, значит, нужно искать, ну, то есть, копать дальше с этим пациентом, поэтому я всем, всем врачам, всем своим знакомым говорю, что не трогайте вы пациента, если пациент недообследован, потому что вы непонятно, что можете найти у этого пациента, поэтому, к примеру, с опущением почки, если это острое опущение почки, мы же не знаем, почему, ну, и как долго человек живет с этой проблемой, всегда будет давать боли в пояснице, мы будем лечить, мы будем назначать разные лекарства, и, конечно, ему ничем не поможет, наши лекарства вообще не помогут ему, но, как говорится, пациент будет приходить, хорошо будет врачу, я уже в одном видео сказал, что, уважаемые пациенты, вы должны всегда подружиться с врачом, но эта дружба должна быть взаимной, не только дружба должна быть со стороны пациента, потому что врач, на то он и врач, он должен помогать пациенту, то есть постулат медицины это тот, что мы не должны навредить, но если мы не лечим пациента, это уже вред этому пациенту, если мы не помогаем, но вернемся к этой, это больная тема для меня, поэтому я решил чуть-чуть так, но вернемся к нашей теме, вот, из своих наблюдений, когда ко мне приходит пациент, я обязательно, эти боли в пояснице, я обязательно спрашиваю, когда последний раз, если это женщина, когда последний раз была у гинеколога, потому что обычно, обычно почти, то есть все гинекологи, они всегда смотрят, ну, и урологически, то есть, допустим, если смотреть, то есть, если они смотрят, они все равно пальпируют и мочевой пузырь, все равно, ну, то есть, у них это уже на автомате, да, может быть, почки они не смотрят, но мочевой пузырь практически всегда это смотрит, ну, я говорю про тех гинекологов, с кем мы работаем, и, ну, в параллеле, соответственно, если, если пациент не был давно, пациентка не была давно, не была давно у гинеколога, я не начну лечение, пока я не получу от гинеколога, что у нее относительно все нормально, то есть, ну, идеально здоровых пациентов же у нас нету, поэтому, если гинеколог не увидел ничего такого, что может давать боли, то, естественно, я возьму пациента на лечение, точно так же с урологом, если мужчина давно не был у уролога, хотя он говорит, что ничего его не беспокоит, то все равно я его пока не получу бумагу от уролога, что вот, там, он был уже, потому что любой уролог, там, сначала он посмотрит, там, пристательную железу, там, все, все, все осмотрит, примет, определенные анализы отправит, сдаст этого пациента, и тогда, только тогда я возьму его на лечение и, скажем так, да, может быть, лечение чуть-чуть удлиняется по времени, но зато я спокойно живу и почти большинство пациентов мне говорят спасибо за то, что, ну, там, потому что, как говорится, во время обследования какого-нибудь пациента можно найти еще какой-нибудь, там, допустим, тоже одно дело, когда я там доброкачественная гиперплазия пристателей железы, а если там какое-нибудь зло там внутри, и начинать остеопатическое лечение, мануальная терапия, потом отправить на физиотерапию и увеличить кровоснабжение и усиливать, увеличить этот объем, то это не очень красиво, не очень правильно со стороны нашей медицины, поэтому всем своим коллегам я всегда говорю, что недообследованный пациент это тоже такое же зло, как и любое другое, поэтому может быть как-то сумбурно, но как-то так, я работаю и стараюсь по крайней мере для чтобы как говорится я живу по принципу и всем передаю свой принцип, что врач это первый после бога и если мы не покажем на практике что это действительно так, то тогда что мы здесь делаем? Спасибо. Да, Корнел, спасибо большое, затронули такую очень острую тему, да, что действительно нужно аккуратно во-первых врачам добраться за то или иное лечение, а я здесь еще скажу и пациентам когда они вот идут допустим к какому-то специалисту точно не уверены а это врач или это массажист да, сейчас вот часто мы уже с вами кстати, да, Корнелла обсуждали даже можно на всяких так сказать порталах найти услуги костоправа да, я даже вас спрашивала вот как человек может назвать тебя костоправом и соответственно вести приемы да, там что-то обещать как-то лечить мне кажется уважающий себя врач так не назовет вот, да, как вот вы к этому относитесь для наших зрителей? Слушайте, ну, знаете, я старался всегда ну, потому что наши вообще стандарты оказания медицинской помощи по разным специализациям придуманы не нами и придуманы ну, давным-давно то есть может быть там что-то добавляет каждый доктор там каждый кто там имеет возможность добавить эти стандарты он что-то добавляет но если так посмотреть если так ну, мы отбрасываем в сторону там бизнес мы все то есть мы отбрасываем мы оставляем только медицину если посмотреть в принципе все стандарты очень адекватно продуманы то есть если брать неврологию я просто не буду говорить про там гинекологию урологию я просто говорю про неврологию если брать неврологию там четко прописано пришел пациент к врачу что болит поясница значит по стандартам мы оказаны мы обязаны отправить его рентген как минимум отправить по стандартам это клинический анализ крови Общий анализ мочи, уролог и гинеколог. Ну, то есть гинеколог для женщин и, кстати, и уролог для женщин, и уролог для мужчин. Это стандарт оказания медицинской помощи. Если спросить у наших неврологов, вот я работаю в одной клинике, если я спрошу заведующего у наших неврологов, ну, в моем отделении все это делают, потому что знают, что я очень за этим слежу. Но вот в других отделениях этого не делают. Я не знаю почему. Ну, вот, поэтому, когда говорят, что костоправы, ну, если так смотреть, то у нас такой специализации нет. Как может человек называть себя врач, называть себя костоправом, да даже если он не врач, он вообще не имеет права так себя называть. Как он может себя называть костоправом, если у нас нет такой специализации? Ты можешь называть себя мануальным терапевтом, ты можешь себя называть там остеопатом, я не знаю там, кем еще. Рефлекс терапевтом, но это уже иголки, это тут никакого отношения там к костоправству ничего не имеет. Как он может себя... Я считаю, что это больше смахивает на шарлатанство какое-нибудь, а не на лечение. И многие пациенты, кстати, уже все больше и больше приходят после таких костоправов, которые там, допустим, недообследованный пациент, какая-нибудь там секвестрированная грыжа, и он во время своих шарлатанских манипуляций может, допустим, эту грыжу порвать там внутри канала. Ну и представьте себе, то есть оставляем пациента инвалидом, поэтому костоправство, слушайте, ну я считаю, что это шарлатанство. Как дипломированный специалист я могу сказать, что это шарлатанство. Ну потому что зайдите на сайт Министерства здравоохранения, найдите, есть там такая специализация, как можно это назвать? Ну это, ну это субъективно мое мнение. То есть я, если врач, если пациенты так уверены в этом человеке, ну это, наверное, до поры до времени. Как говорится, что треснутый, как, треснутый горшок не так долго идет там за водой, там как-то так говорится. Ну, рано или поздно кто-то попадется. Поэтому, к сожалению, к таким врачам, ну, если они так себя, ну, я бы не назвал их врачей, потому что, ну как, врач не может себя назвать костоправом. Ну, потому что нет такой специализации. Как так можно назвать? Ну, у нас есть определенная номенклатура. Как мы можем называть там, ну, давайте я буду себя называть там, богу стеопатию. Нет такой номенклатуры. Ну как, ну, как можно так называть? Поэтому, к сожалению, я очень резко высказываюсь по этому поводу, что это шарлатанство. И одно дело, когда там приходит какая-нибудь девушка субтильная, слегка истеричного вида, и ей помогает все это. Но совсем другое дело, приходит пациент, который действительно с проблемой, и данный тип, он еще сильнее будет ухудшать эту тему, вот эту проблему. Поэтому, к сожалению, к сожалению, я пациентам там никогда не посоветую такое. Я могу там посоветовать, вот есть у нас прекрасный доктор, нейрохирург, но он больше как вертебролог, то вот я могу ему отправить, потому что он будет работать как врач ЛФК, по сути. Но он не будет работать там, что-то вправлять там. Ну, честно, иногда там попадаются в интернете такие моменты, что мне аж, честно, даже боязно за нашу медицину. И самое интересное, что мне действительно жалко наших пациентов. Я не понимаю, как они так долго, допустим, лечатся у одного врача. Первый вопрос, когда вот я лечился четыре месяца у одного врача, я говорю, подождите, четыре месяца, вы взрослый, с виду адекватный человек, как вы можете четыре месяца, вы не задаете вопрос через две недели, почему вам не помогает лечение у этого врача? Он говорит, ну, врач говорил, что поможет, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, то есть приходи ко мне на прием. Ну, это из разряда костоправства. То есть я себе вправлю что-нибудь, но, может быть, оставлю инвалидом, но, может, не оставлю инвалидом. Какая у тебя судьба? Поэтому вот мое мнение. Спасибо большое, Корнел. Ну, я даже к медицине бы их не стала вообще в целом относить. Да, потому что это люди, часто не имеющие никакого диплома, особенно там в высшем медицинском образовании, да, никаких сертификатов. Поэтому даже такие близкие, как бы приближающие себя к медицине, можно их и так назвать. Спасибо большое. Обязательно вернемся еще к этой теме. Ольга, передаю вам слово. Да, я хочу, после слов Корнелла мне вспоминается ролик из «Уральских пельменей», как пациент пришел к костоправу, к такому, и не смог встать, уйти от него. Да, не было бы так смешно, если бы все было не так печально. Коллеги, я как врач-кардиолог хочу напомнить о том, что кроме урологических проблем, неврологических проблем, гинекологических проблем, боли в животе могут быть связаны в том числе и с кардиологическими сосудистыми проблемами. Например, при аневризме брюшного отдела аорты. Наша аорта имеет две части, разделена на грудной отдел условно и на брюшной отдел. Так вот, при аневризме брюшного отдела аорты, чаще всего, вообще это патологическое расширение брюшной части аорты в виде выпячивания ее стенки на уровне где-то 12-го грудного и до 5-го поясничного позвонка. Это заболевание, это состояние, вернее, встречается крайне редко, но встречается и чаще у мужчин, и чаще в возрасте от 60 лет, где-то в среднем от 2 до 5%. Вот такая статистика. И несмотря на то, что это аневризма, выпячивание может протекать бессимптомно и всю жизнь не расти, и вместе с тем у некоторых людей она может прогрессировать и расти, но не у всех. А прогрессировать может у некоторых людей, у кого, вот наука еще не выявила, кто предрасположен к этому, но вот у некоторых действительно растет эта аневризма выпячивания аж на целых 10% за год. И, соответственно, когда аневризма растет, вот она выпячивается, и она истончается, истончается. И в чем опасность? Опасность разрыва. Ну, о разрыве чуть позже скажу. Давайте вот возьмем пока что все хорошо, разрыва нет. Вот, что человек может испытывать. Он может испытывать ничего, как я уже сказала, никаких симптомов, то есть бессимптомно проходить отболивание. А может быть, конечно, боль в поясничной области, либо боль в животе. Непонятно от чего. Периодически возникающая эта боль, тупая. И анальгетики-то вроде как и не сильно помогают. Человек ходит, обследуется, не может понять. Уже и у гастроэнтеролога было, везде было, ничего, боль какая-то присутствует. Но это вот при благоприятном течении заболевания. И здесь врачи, конечно же, направляют, вот смотря к какому специалисту он попадет, узкому, направляют. Прежде всего, на диагностику мы делаем, выполняем УЗИ органов брюшной полости, рентген, МСКТ брюшного отдела орты. Вот при подозрении и при данных обследованиях мы уже находим аневризму. И далее, если все хорошо, если она не растет, мы человеку рекомендуем ее наблюдать. И главное, контролировать давление, потому что она может разорваться. Она может не расти, но она может в очередной раз разорваться, когда шандарахнет высокое давление. А многие люди ходят с давлением высоким, его не ощущая. И осложнение – это разрыв брюшного отдела орты, грознейшее, грозное очень осложнение, которое чаще всего приводит к летальному исходу. В списке наиболее частых причин смерти аневризма брюшной орты занимает 15 место. И спасти там очень сложно человека. При разрыве какая симптоматика? Вот даже у моей мамы, у знакомой муж таким образом умер. Его не спасли. Спасти очень сложно. Значит, какая симптоматика? Очень сильная боль в животе. Так же, как и в поясничной области может быть сильная боль. Не помогают никакие анальгетики, в том числе внутривенные. Ничего не помогает. Могут даже морфин поставить. И то, ну, скорая помощь, конечно, и будет слабо помогать. У человека гипотония, то есть снижается давление, холодный пот, тахикардия, сердцебиение появляется. И постепенно человек может потерять сознание, он может упасть. То есть и боль, и от боли, и от того, что разрыв произошел, вытекает кровь в брюшину. В общем, за брюшиной, в общем, состояние достаточно тяжелое. И здесь важно, конечно же, вовремя вызвать скорую помощь. Мы самостоятельно, к сожалению, никак не можем помочь. А что мы можем сделать, это вызвать скорую помощь. И если разрыва пока нет, но вы знаете, что есть анабризма брюшного отдела Орта, либо грудного отдела Орта, и при этом присутствует повышенное давление у человека, важно контролировать давление, чтобы оно было не выше 140 на 90, а лучше 120 на 80, как у космонавта. Вот в таком случае анабризма не будет расти, не будет истончаться. Конечно же, нужно контролировать вес, не увеличивать свой вес, потому что чем больше организм, тем больше нужно сердцу качать кровь по всему организму, тем больше надо, чтобы капиллярче. Ну, конечно, возникает у полного человека новые сосуды, они образуются. Происходит такое неоангиогенез, есть даже такое понятие. То есть для чего? Чтобы кровоснабжать отдаленные большие участки тела. И, конечно же, идет нагрузка на брюшное отдело Орта. Кстати, между прочим, по статистике, по своей практической, я не видела, чтобы полные люди этим страдали, разрывом. Чаще всего, кстати, худые, страдающие высоким давлением, курящие мужчины. Женщин я не видела с разрывом брюшного отдела Орта. Вот мужчин встречала в своей практике. И здесь, значит, если все-таки диагностировали, важно раз в год контролировать. Уже судистый хирург пропишет, какое именно исследование нужно делать. Скорее всего, МСКТ брюшного отдела Орты. И далее следить за давлением. Все, что вы должны знать про это. И второй случай клинический о болях в поясничной области. Я хочу привести свой личный. На втором курсе медицинской академии у меня вдруг заболела поясница справа. Я думала, ё-моё, продуло где-то, видимо, ветром. Я была уверена, что это типа остеохондроза. Но я купила мазь, мазала-мазала, ничего не помогает. Боль была такая сильная справа. Но, конечно же, я обратилась к терапевту. Терапевт назначил сдать мне общий анализ мочи. И в моче выявились лейкоциты повышенные, бактерии. В общем, пилонефрит односторонний. Выставили диагноз, назначили антибиотики. И без никаких анальгетиков, благодаря антибиотикам, то есть все достаточно быстро прошло. Но тогда, когда назначили патогенетическую терапию, пока я была на анальгетиках, боль очень плохо проходила. Это правда было давно, но я помню, что пока мне антибиотик не назначили, я ой как страдала. И дошло до того, что я не могла спать. Вот такие были боли. Поэтому, дорогие девочки, женщины, хочу вам сказать, чтобы вы... И еще хочу сказать мойщикам автомобилей. Мне всегда их так жалко, когда я смотрю, что в зимний период они моют автомобили, все мокрые сами. Думаю, господи, вот он сейчас мою машину помоет, а завтра он сляжет с пневмонией или с циститом, или с пилонефритом. Мне всегда так жалко вот эти профессии. Поэтому, дорогие наши пациенты, пожалуйста, берегите себя, люди, зрители, берегите себя. Все от мала до велика, от 18 лет, мужчина ты либо женщина, берегите свои ноги, не мочите свои ноги, иначе это может привести к циститу, к пилонефриту. А если был пилонефрит, соответственно, это в последующем тоже может как-то спровоцировать и повышение давления, если осложненный был пилонефрит. В более зрелом возрасте мужчин хочу попросить о том, чтобы вы все-таки периодически обследовались, потому что действительно грозное заболевание, аневризма, разрыв брюшного отдела орды, аневризмы, и здесь очень часто не успевают спасать. Но периодически, конечно, спасают, привозят нашим в стационар к кардиохирургам, субстным хирургам спасают, но, к сожалению, здесь почему не удается спасти, потому что молниеносно просто протекает заболевание, вот просто молниеносно. Поэтому будьте на страже, берегите себя, и я рада видеть всех на своем канале «Кардиолог Ольга Стойко», где вы получите еще больше полезной информации в плане кардиологии. Спасибо. Ольга, спасибо большое. Действительно, очень действенные рекомендации. Сейчас хочется продолжить. Маргарита, вы достаточно часто, как врач-невролог, тоже встречаетесь с проблемами боли в спине. Ну вот, что вы скажете сегодня по поводу этой проблемы? Я приветствую всех. Простите, что я не живым лицом. Потому что я нахожусь в бассейне, как раз провожу профилактику боли в спине в том числе. Я хочу сказать, что ко мне с болями в спине, ну, каждый прием мой, каждая работа, рабочий день сопровождается пациентами, которые приходят с жалобами на боли в спине и в пояснице. И, конечно же, поясница, и вся урогинекология, и урология мужчин, да, это, я хочу напомнить, что это одна иннервация, и как раз от пояснично-крестцового отдела. Это одна лимфатическая система, соответственно. Это единый мышечный блок и область тазового дна, и ягодичные мышцы, и поясничные мышцы. Это все, по сути дела, одна система. Одна система кровоснабжения, одна система лимфооттока, у них одна венозная система и одна иннервация. И, естественно, боли в пояснице, они могут быть и на фоне гинекологических заболеваний, и урологических заболеваний. Если пациент имеет какие-то хронические вирусные инфекции, да, допустим, ганглионевриты герпетические, или у него есть хронические заболевания половой сферы, допустим, у женщины, там, сальпенгиты, эндометриты и так далее, то эти все проблемы будут отражаться на пояснице. И единственной жалобой таких пациентов могут быть как раз вот эти боли в спине, боли в спине и в крестце. Также не забываем о том, что там есть крестцово-подвздошные сочленения, которые тоже остро реагируют на все воспалительные заболевания в области малого таза. Как я вот часто говорю своим пациентам, которые жалуются на шею, звон в ушах, боли в шейном отделе, головные боли, о том, что это единая лимфатическая система, если у вас хронические танзелиты, гаймориты, фарингиты и так далее, то у вас это все взаимосвязано. То же самое и там происходит. Нередко я встречаю отечные синдромы в поясничном отделе. Они говорят, это жир. Я говорю, нет, это не жир, это у вас конкретно отек, потому что там идет такое же воспаление, как в урогенитальной сфере. И это все требует лечения определенного. И очень часто назначаются инстероидные противовоспалительные препараты на эту всю историю. И пациенты сами отмечают, что они помогают эти препараты до поры, до времени. И потом они просто перестают помогать. А у нас лечение этими препаратами проводится практически каждому первому. То есть пришел, пожалуйста, на поясницу, не разбираясь в причине, назначается НПВС сразу, с кошей рядом. К сожалению, не всегда возможно лечить этими препаратами вот эти болевые синдромы. Вчера только записывала подкаст на своем канале в Телеграме как раз про боли в спине. Нередко вот эти боли могут спровоцированы герпетической природой, герпесами, вирусами герпеса. И не всегда этот вирус герпеса сопровождается высыпаниями в этой области. И, как правило, такие боли характеризуются тем, что даже до кожи невозможно дотронуться, потому что повышается очень чувствительность. Получается вот эта герпетическая невралгия. И пациенты прямо описывают эти боли как жгучие и такие вот прямо корешком опоясывающие вот эти боли. То есть они уходят в ногу, полосочкой могут уходить. Как правило, это по ходу идет третьего, четвертого поясничных корешков. Это вот по передней поверхности бедра, области отдающие в пах, области по наружной поверхности бедра в виде лампаса. Это уже можно заподозрить о том, что это боли не зависящие от позвоночника, а чаще всего такие боли именно вот герпетической природы. И вполне вероятно, что есть воспаление и на уровне органов малого таза. Как правило, всегда я своих пациентов спрашиваю, женщины, когда вы были у гинеколога, что вам гинеколог сказал, есть ли у вас гинекологическое УЗИ. И если они этого не предоставляют, в ближайшие буквально 2-3 месяца они были там у гинеколога, ну максимум полгода я еще могу позволить, если там все было хорошо, то, конечно же, консультацию гинеколога проводят всегда. Это действительно входит в стандарты, как сказал Корнеу, и любые поясничные боли должны быть дифференцированы доктором, и обязательно пациент должен быть направлен и пациентка конкретно к доктору-гинекологу. Что касается мужчин, у мужчин после 50 лет у меня вообще такая настороженность очень большая, потому что я нередко сталкивалась с тем, что я направляю пациента на МРТ, а на МРТ я получаю либо жировую дегенерацию в поясничном отделе позвоночника, либо я получаю метастазы. И это, я не скажу, что это редко, это бывает достаточно часто, или остеопорозное поражение позвонков, на какой природе, тоже бывает и опухолевые, в том числе и переломы даже встречаются. И мужчины, особенно вот ближе к 60-70 годам, когда я им об этом говорю, у вас просто позвоночники бардак, у вас вот тут перелом, и нужно исключать именно раковую природу этих переломов. Делают на меня круглые глаза, говорят, мне ничего не беспокоит, кроме спины, полечите мне спину. Я говорю, я вам спину лечить не буду, вам нужно идти к специалисту профильному по этой всей системе. Но кто-то прислушивается, а кто-то уходит, и их история мне в дальнейшем неизвестна. Поэтому, конечно же, посещение уролога после определенного возраста у мужчин, она просто как, ну, как зубы почистить, да, скажем так, это как гигиена своего тела. И вы должны понимать, что чем раньше вы придете со своими проблемами к урологу, даже если вас ничего не беспокоит, к сожалению, онкология, она может сидеть тихо и вообще ничем не проявляться, а вот такими вот болями в спине. И таких пациентов я встречаю, и не скажу, что это редкость, прям редкость. Вот. И что еще хочу сказать, что возможно даже те воспалительные изменения, которые возникают в позвоночнике в виде спондилоартроза, спондилоартритов, острых каких-то проявлений, да, то есть делаешь МРТ, смотришь там межпозвонковых суставов, фасетках, и жидкость можно найти. И потом эти артрозы прогрессируют. С чего они прогрессируют? Потому что идет воспаление. Воспаление откуда? Опять же, по лимфатической системе может идти из органов гинекологических или из урологических органов, да, и вполне вызывается вот это воспаление в поясничном отделе, которое, оно все болит, 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 болит и болит. И, к сожалению, такое воспаление, это, конечно, лечится гораздо сложнее, чем даже та же грыжа межпозвонкового диска. Грыжа, это все-таки больше механическое какое-то воздействие, там резко что-то поднял, резко наклонился, повернулся. Но, опять же, фибридное кольцо вокруг межпозвонкового диска просто так не истончится. Оно тоже подвержено воздействию воспалительных изменений и может привести к его разрыву и образованию грыжи тот же воспаление, которое идет из урогенитального тракта. И, конечно, такие пациенты требуют внимания, обследования и правильного назначения лечения. Недостаточное назначение просто обычных противовоспалительных препаратов. И не забывайте о том, что органы желудочно-кишечного тракта также могут давать боли в пояснице. Но чаще они, конечно, в грудном отделе больше проявляются, эти болевые синдромы. Но они могут и вызывать радиацию в поясницу. Этим нередко пишет толстый кишечник, прямая кишка, сигмовидная кишка. И они, конечно, тоже могут провоцировать вот эти поясничные боли. И пациент тоже ходит-ходит по кругу, ходит-ходит, вроде гинекологии ничего, и в пояснице ничего, полнорстояние такого страшного. А по факту там процесс воспалительный идет в кишечнике, и, не дай бог, онкология еще какая-то проявляется. Ну, насчет того, что бывают и тазовые боли, некупируемые, гинекологи вроде исключают, неврологи вроде исключают, тоже, как правило, это чаще герпетическая теология, и на самом деле приносит достаточно мучительные такие состояния для пациентов. И были у меня такие пациенты, которые прошли все, крым-рым, воду, огонь и медные трубы, но вот эти неврологические боли, для них они остаются, к сожалению, каждодневными, и это реалия их жизни. Тоже хочу привести клинический пример из-за боли вот в спине. Пришла ко мне пациентка буквально вот на прошлой неделе. Молодая женщина, 38 лет, с жалобами на боли в спине, у нее болел грудной отдел, поясничный отдел, ну, как бы моя тема, да, хроническая усталость, все симптомы на лицо. Я говорю, когда вы сдавали последний раз анализы, она говорит, я сдавала вот в феврале, у меня все было замечательно, все хорошо, что меня насторожило? Она говорит, я пила потом витамин В12. Я говорю, зачем вы пили витамин В12, если гемоглобин у вас был 140? Она говорит, ну, вот что-то вот решила. Я вижу, что что-то она недоговаривает, эта девушка. Я говорю, давайте-ка мы повторим с вами анализы, посмотрим, что же все-таки у вас, что-то такое происходит в организме. Когда я получила ее анализы, сказать, что у меня были круглые, большие глаза, хотя меня уже ничем не напугать за мой срок работы врачом, но когда я увидела ее анализы, я реально была в шоке. У нее было снижение и гемоглобина, и тромбоцитов, ну, так, приведу пример, 76 гемоглобин, 45 тромбоцитов, а железо у нее, уровень железа, сейчас, в крови у нее был, 40, витамин В12, 5500, угнетение, то есть получается красного ростка, тромбоцитарного ростка, и атипичные лимфоциты. То есть по анализу это был, по сути, лимфолейкоз острый. Вот, и с таким вот лимфолейкозом пациентка пришла просто с жалобами в спину. Поэтому, конечно же, анализы нужно у пациентов брать, смотреть и правильно проводить исследования, а не просто, когда приходит пациент с жалобами на поясницу, а, ну, ничего страшного, вот попейте там 3 таблетки ибупрофина, скажем, и все у вас будет на этом нехорошо. Вот, в общем-то, что я хотела сказать. Да, спасибо большое, Маргарита. Сегодня очень много клинических случаев специально для вас, дорогие зрители, чтобы вам было более понятно, на что обращать внимание. Елена, вы как гинеколог достаточно часто встречаетесь с болями в пояснице. У женщин я-то я подозреваю так, потому что сама вот даже в начале подкаста приводила пример, что действительно, ну, вот на ровном месте, да, вот этот большой фолликул, женщина чуть не оказалась в урологическом отделении. На самом деле, это была такая достаточно болезненная овуляция, да, возможно, переходящая в апоплексию, которая требовала, там, постельного режима, медикаментозной терапии и так далее. Вот как часто у вас такие пациентки приходят и на что нужно обращать внимание именно женщинам? Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. Да, действительно, женщины такие достаточно встречаются на приеме часто, причем это могут быть различные боли в поясничной области и просто тянущие боли внизу живота. И не обязательно это связано, конечно, может быть, с какими-то образованиями в малом тазу или какими-то воспалительными процессами. Здесь, конечно, надо разбираться, какого плана боли, как давно они возникли, где они больше локализуются, с чем она сама связывает пациентка, потому что, вот как вы уже затронули тему про апоплексию, да, это может быть, действительно, в середине цикла чаще встречается и у женщин репродуктивного возраста, кроме того, что могло способствовать. Это может быть и бурный плавой акт, и какие-то физические нагрузки, что могло вызвать кровоизлияние именно в яичник. Ну, а также я, как правило, всегда первым делом обращаю внимание, какого возраста пациентка, то есть менопауза лет или репродуктивный возраст. Если, конечно, женщины репродуктивного возраста, в первую очередь обращаем внимание и задаем, как гинеколог, мне кажется, и всем специалистам не мешало бы задавать, когда была первый день последней менструации. Потому что некоторые пациентки бывает такое случается, что не помнят, не знают, не записывают всякое разное бывает. И здесь первым делом должны, конечно, исключить беременность. Не угроза ли это беременности. И потом уже дальше, если беременность мы исключаем, то есть 100% беременность у нас исключена, мы надо уже дальше разбираться. Если женщина, как я уже говорила, репродуктивного возраста, какая сопутствующая симптоматика, были ли какие-то выделения патологические, температура была или повышение температуры. Потому что иногда, не так давно у меня была на первом пациентке, у нее больше беспокоили жалобы. С стороны мочеводящей системы у нее были рези при мочеводящей спускании. Часто случается такое, что почему-то к гинекологам они приходят и не к урологам, хотя есть рези при мочеводящей спускании. Казалось бы, такой симптом, когда надо идти напрямую к урологу. Нет, они приходят к гинекологу. И вот выяснилось, что помимо рези при мочеводящей спускании в ходе таксивного расспроса было неоднократное повышение температуры до 38. Как я уже сказала, при мочеводящей спускании какие-то боли при аксидификации. И, конечно, надо смотреть и исключать в первую очередь это воспалительные заболевания органов малого таза, какие-то объемные образования, апплексию, как мы сказали. Да, здесь, конечно, хорошим подспорьем является ультразвуковая диагностика. Я как доктор ультразвуковой диагностики, у меня в кабинете стоит УЗИ-аппарат, я могу, конечно, сразу сделать и посмотреть, что же у нее там находится в малом тазу и что же вызвало такую симптоматику у нее. Так как я занимаюсь еще помощью изучением климактерических расстройств и помощи женщинам именно в период климакса, скажу немножко про именно менопаузу, когда уже наступила менопауза и с чем могут быть связаны боли в области поясницы во время климакса, во время менопаузы. Здесь, во-первых, тоже надо выяснить, как бы в менопаузе находится она или нет, потому что менопауза, они думают, что в менопаузе оказывается менструация у нее была 3 месяца назад, и они считают, что все это уже у нее наступил климакс. Потому что менопауза, как мы знаем, она наступает, мы можем поставить, точнее выставить такой диагноз и сказать, что точно после года отсутствия менструации. То есть, как правило, это уже ретроспективно оценивается. И если она уже точно менопаузе, здесь, конечно, надо выяснить, какие у нее были вообще заболевания за всю жизнь. Потому что, как правило, женщины менопаузального возраста имеют в своем анамнезе, зачастую очень часто миома матки, эндометриоз, какие-то там вмешательства по поводу удаления полипов бывает очень часто, какие операции были у нее. вот, и кроме того, как давно она посещала гинеколога, как давно сдавала мазки на онкоцитологию, на вирус попелома человека, потому что очень часто я встречаюсь с таким, что именно женщины в период климакса, в период менопаузы, они считают, что, ну, раз менструации нет, то значит, все, гинеколога посещать не надо. И приходит, когда уже что-то вот такое случится, начнет болеть, тянуть или когда-то кто-нибудь из специалистов, из моих коллег направит на прием, то, что надо посетить. Вот. И здесь как бы тоже у нас в помощь идет ультразвуковая диагностика. Можем посмотреть, если была миома, потому что именно боли внизу живота, чем могут быть спровоцированы, могут быть спровоцированы рост миома матки. То есть, если была какая-то миома, особенно в период перемена паузы, переходный период, когда еще есть так называемые скачки половых гормонах, я так называю. Вот. Может спровоцировать рост миома. Распространение эндометриоза очень часто спровоцирует. Поэтому здесь я тоже спрашиваю, как бы сопутствующие, какие симптоматика. Потому что эндометриоз еще сопровождается зачастую болями, если обычно это распространенный эндометриоз, болями при мочеспускании, при акцизификации, при половой жизни могут быть боли. И это очень важно узнавать и спрашивать у пациентки. И уже, исходя как бы всего из анамнеза, из обследования, соответственно, уже назначать соответствующее лечение. Как доктор, как я уже сказала, часто контактирую с такими пациентками климатрического периода. И рекомендую, даже если ничего не беспокоит, если все у вас хорошо, хотя бы раз в год обязательно посетить гинеколога. Сделать узи органов малого таза. Сдать маски на онкоцитологии, на ВПЧ, особенно до 65 лет включительно. Это важно. Хотя бы раз в три года это необходимо сдавать согласно клиническим рекомендациям, как мы знаем. И обязательно маммографии тоже. Про молочные железы здесь важно не забывать, потому что очень тоже распространенное такое явление, как злокачественное образование молочных желез. Спасибо большое за внимание. Обращайтесь на консультацию. Буду рада помочь всем. Да, Елена, спасибо. Сегодня еще поговорим про гинекологические патологии, потому что их действительно существует очень много. И поэтому правильно вначале в самом сказал Корнел, что сначала делаем узи, потом только обращаемся к остеопатам, к неврологам, да, и соответственно, с уже данными обследований. Владислав, здравствуйте. Сегодня вот хочется у вас услышать, как часто к вам приходят с болью в пояснице пациенты. Здравствуйте. Я наоборот хотел затонуть хроническую тазовую боль. Это немножко другая ситуация, да, не та, которая обсуждалась. У нас в стране 14% болеют хроническую тазовую боль. Ну, то есть, по сути, у женщин 19-20% и хроническая тазовая боль. 16% какие-то сравнимые цифры. При этом, если мы общаемся, мы знаем, много знакомых у нас есть, у которых мигрени, и наверняка мало знакомых, у кого есть хроническая тазовая боль, потому что с этим, как правило, это не обсуждают друг между другом, этого стесняются. А здесь ситуация совершенно другая. То есть, эти пациенты, они уже прошли несколько кругов колоноскопии, соответственно, МРТ таза, как правило, многократный осмотр гинекологов, урологов, проктологов и доктора им уже сказали, что в данном случае никакой патологии нету, нету воспалений, нету объёмных образований, и вот эти люди уже обращаются к неврологам. Соответственно, ну, я хотел вот так объяснить примерно пациентам, что такое хроническая тазовая боль, почему они вынуждены так у ногу ходить, соответственно, в чём здесь проблема заключается. Ну, самый частый, наверное, вопрос, который люди задают с хронической тазовой болью, они приходят, говорят, ну, вот я выполнил стопку обследования, обычно там даже не несколько листочков, там от двух до десяти сантиметров уже пачка этих обследований. Я вот всё сделал, у меня всё хорошо. Это не значит, что у вас всё хорошо, это значит, что у вас нету воспаления, нету объёмных образований, такие вещи, которые можно вызвать, да, что возникает, почему там возникает. Дело в том, что у нас возникает логическая перестройка в мунических водах, в мунических болевых рецепторов. При этом, примерно, в сто раз оно увеличивается, то есть, если сделать биопсию и посчитать, то этих болевых рецепторов будет в сто раз больше, чем их было до этого. Это такая непосредственно проблема, да, вот, которая возникает. И другая проблема, это увеличение количества связей между нервными клетками, которые занимаются этой болью. Это центральная хронизация боли. Количество клеток увеличивается в головном мозге примерно в 10 тысяч раз, которые занимаются этой тазовой болью, которые воспринимают импульсы. И если мы делаем функциональные МРТ, боль воспринимается уже не теменной корой, которая должна воспринимать сенсорные импульсы, а непосредственно лимбической системой, соответственно, фронтальными отделами, да, то есть, теми обычно областями коры, которые отвечают за наши эмоции, там, тревогу, такие вот наши переживания. Соответственно, это проблема, которая у человека происходит, с которой он приходит. И, разумеется, люди хотят какого-то, ну, как обычно, да, вот, к врачу пришли со сломанной ногой, там, да, взяли, там, с растительным цветом его вырезали, и проблема решена. А здесь ситуация, когда врач, как правило, каким-то одним средством помочь человеку не может. Да, вот, но если мы берём, например, вот мои приёмы, там, за игру, у меня было два пациента, которые помогли антидепрессантам, я их назначил, и действительно, боли на фоне этих препаратов сразу прошли. Но это, на самом деле, ситуация работает не у всех, я бы сказал, что это у какого-то достаточно небольшого процента, когда муж в боль ходит, и действительно, если там человек, там, 3-4 месяца принимает препараты, боли нет, мы можем его убрать, и, скорее всего, рецидива боли не будет. Вот, ну, как правило, требуется достаточно комплексное, такое, лечение, кроме препаратов. Препараты, как я уже сказал, они будут работать не у всех, иногда бывает, что вообще никакого эффекта нет, тогда их можно сразу убирать. Необходимо ещё также обязательно объяснить, не объяснить, я даже уже объясняю, ни в коем случае нельзя, если возникла тазовая боль, она развилась, уходить с работы, потому что, если человек бросает свою работу и думает, что он вылечит эту боль, потом вернётся, вероятность, что он вылечит эту боль, она снижается, а не увеличивается, это важный момент оставаться на работе. Второй важный момент, разумеется, заняться когнитивно-поведенческой психотерапией. не всегда есть возможность у человека непосредственно работать с психотерапевтом, сейчас есть книги «Терапия настроения», «Терапия беспокойства» Бёрнс написал эти книги, это ученик Арнольда Бэкона, Бэкон очень хорошо отозвался об этих книгах, они на самом деле для пациентов это руководство, как работать с автоматическими мыслями. Это не значит, что у человека тревожное, депрессивное расстройство является непосредственной причиной. Но если у него есть тазовая боль, наверняка сопутствующие проблемы 100% есть, поэтому, если он начинает работать, это, соответственно, даёт какую-то помощь в том, чтобы от неё уйти от этой боли. Следующий момент, продолжать всё-таки физические упражнения, если совершенно не получается включать мышцы малого таза, можно включать мышцы плечевого пояса или стоп, но обязательно должна быть гимнастика хотя бы 40 минут, час в день, поскольку это по крайней мере необходимо для того, Владислав, вы пропали, не слышно вас. Так, коллеги, меня слышно? Слышно хорошо, да. Да, Владислав, что-то вообще не слышно, вас пропали. После поведенческой, когнитивно-поведенческой терапии звук пропал полностью. Да, я упал. Вот, может быть, попробовать Wi-Fi отключить, мобильную связь оставить. Так, вот сейчас вроде лучше, да, стало, коллеги, как? Да, Владислав, вас так и видно и слышно стало вроде лучше. Вот после когнитивно-поведенческой терапии. Так, пока Владислав у нас разбирается. Действительно, проблема хронической тазовой боли очень серьезная. На сегодняшний день многие врачи бьют тревогу. Вы попробуйте перезайти пока, перезайти по этой же ссылке. Так, многие врачи уже бьют тревогу, потому что действительно проблема очень серьезная. И боли в пояснице часто могут быть связаны с хронической тазовой болью. Вот, Елена, как часто вы встречаетесь с этой патологией? Вообще встречаетесь ли? Конечно, встречаюсь как гинеколог, особенно, как я уже говорила, пациент с распространенным эндометриозом, который вот часто живут годами, не обращаются, бывает, то, что к докторам. И когда уже вот симптоматика уже настолько беспокоит, что затрагивает и другие уже органы, это мочевой пузырь, это кишечник, и уже возникают проблемы с мочеспусканием, с актендификацией, такие пациентки бывают. Как правило, это пациентки чаще всего молодого молодого возраста, ну, репродуктивного возраста, скажем так, потому что в период передменопаузы, в период, так называемый, переходный период, часто эндометриоз также бывает, что он прогрессирует, прогрессирует на фоне вот этой, так скажем, разницы колебаний плавых гормонов, потому что именно период передменопаузы, вот он является опасным с той позиции, что то есть гормональный фон, он становится настолько нестабильным и нормальный менструальный цикл, он потеряет свою нормальную структуру, скажем так, и периоды вот этого эстрогенозефицита, когда возникают какие-то различные симптомы менопаузальные, первые, скажем так, изомоторные симптомы, они чередуются с периодами, наоборот, слишком большого количества эстрогенов, и когда вот эти периоды большого количества эстрогенов, они, как правило, провоцируют развитие эндометриоза в том числе и роста миома матки, миома матки, кстати, тоже может быть, особенно если это быстро растущая миома матки, тоже может спровождаться хронической тазовой болью, и болью, собственно говоря, в пояснице и вот нижних отделах живота. Коллеги, корнел, вы как с этой патологией встречались ли у женщин? Слушайте, у меня было, правда, где-то несколько лет назад, у меня было несколько пациенток, которые, и знаете, тазовые боли, все-таки там, три или четыре пациентки, и там было просто воркозное расширение вен малого таза, и вот на фоне венотонников там поработал, я так, знаете, остеопатически не очень поработал, но больше всего гинеколог, кстати, больше наши гинекологи их наблюдали, и в принципе в течение месяца, два, все это прошло, поэтому это, ну, там можно, конечно, как говорится, любой диагноз, это не панацея, что это может быть там у каждого второго пациента, или у каждого первого, или у каждого третьего, но вот, допустим, вот было из опыта, я могу точно сказать, что вот воркозное расширение вен малого таза очень может дать очень серьезные боли в тазу, и это тоже вроде как кто-то диагностирует их, начинает диагностирует их там как боли там неврологического характера, и начинает лечить, ну, как говорила Маргарита, что там НПВС, ну, что там, давайте будем НПВС, НПВС же это у нас, у нас есть, как оказалось, в Питере есть доктор, который лечит вообще все боли антидепрессантами, я вам честно говорю, я слегка в шоке, потому что пациент, когда попали от него ко мне, я говорю, как понять антидепрессанты, ну, антидепрессанты мне, конечно, назначаются, но лично для меня это категорически, я категоричен по поводу антидепрессантов, потому что не попытаться лечить нормального пациента и сразу назначать антидепрессанта, мне кажется, это путь никуда, и ну, вот у нас есть такие, поэтому, 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 я думаю о том, что все больше и больше таких врачей будет в ближайшее время, поэтому готовьтесь, но я с одной стороны говорю хорошо этим, нашим, обычным врачам, что зато у нас всегда будут пациенты. Ну, антидепрессанты это вообще отдельная тема, мы уже с вами как-то говорили, да, на эту тему, соответственно, действительно, антидепрессанты назначаются всем, считаются, что это какие-то витаминки, да, и гинекологи назначают, и психиатры назначают, и терапевты назначают, и меня, конечно, это тоже очень-очень удивляет, и вот сегодня затронули еще вопрос, мне кажется, сегодня надо еще сказать про воспалительные различные заболевания, да, вот эти инфекции, такие как провоцируемые половыми инфекциями, как раз, когда появляется боль, зуд, выделение, это же тоже часто отдает в спину, да, как раз-таки, что процесс достаточно идет серьезный, и вот знаете, я думаю, коллеги, меня сейчас вы поддержите, я все-таки и студентам, и врачам часто говорю, что, на мой взгляд, бич современ, ну как бы современной медицины это половые инфекции на сегодняшний день, потому что их стало много, и они видоизменены, вот если вы вспомните раньше, да, когда вот мы учились, да, кто-то там еще, ну как бы раньше учился, была очень яркая клиническая картина, что в принципе по клинической ситуации можно было по выделениям поставить диагноз, ну, например, там гной, да, это гонокок, соответственно, какая-нибудь серогрязь, пена, хламидии, да, ну то есть как-то все было более-менее понятно, да, сифилиса, ну вспомните, 5-6 лет назад практически вообще не было, сейчас вот какой-то бич происходит, да, с половыми инфекциями, ну это связано с бесконтрольным приемом антибиотиков, это связано с бесконтрольным приемом препаратов, в том же случае антидепрессантов, да, НПВС, о чем мы говорим, и то есть получается, приходит женщина, и у нее серьезнейший спаечный процесс, и мы там находим, допустим, гонорею хламидиоз, она делает вот такие глаза, говорит, у меня никогда в жизни не было, я говорю, а вы когда мазок последний раз сдавали, так я их и не сдавала, и у меня и жалоб никаких нет, и действительно по выделениям очень сложно сказать, да, то есть вот эта яркая, вот эта клиническая картина стерта, и мы получаем вот такие серьезные проблемы, я это как раз отношу и к проблемам связанным в дальнейшем с бесплодием, с простатитами, да, серьезными, воспалительными, потому что их сейчас очень-очень много, а сифилис проявляется не вот этим классическим шанкрам, да, а обычным прыщиком, и пациент может ходить, ну и что прыщик, да, ну вспотел, жарко же на улице, а потом ходит-ходит, а прыщик и не рассасывается, да, и, ну то есть в одной паре этот прыщик находится, начинает ходить про врача, а врачи, многие говорят, аж ну и ладно, и что такого, когда возьмешь соскоп-то, да, и возьмешь соответственно все анализы, то ты понимаешь, что это прыщик-то непростое, прыщик-то уже похоже как язвочка, просто в такой видоизмененной форме, и пациент, конечно же, делает удивленный вид и говорит, вы что, у меня сифилис, я же такой там приличный мужчина, вы что такое говорите, давайте перепроверим, и перепроверяем несколько раз, и все-таки диагноз подтверждается. Вот, коллеги, хотелось бы услышать ваши комментарии по этому поводу. я, наверное, скажу, да, по этому поводу, да, как бы, многие воспалительные заболевания, вот, инфекции, в том числе, передающие целом путем, про которые начали уже разговор, да, действительно, они очень сильно видоизменились на данный момент, связаны, действительно, с бесконтрольным приемом антибиотиков, ну, и других, в принципе, препаратов, каких пациентки очень много принимают в последнее время, вот, хотелось сказать, да, то, что вот, часто встречаются такие, бывают женщины и приходят не только молодого возраста, обязательно, что это инфекция, передающаяся плавным путем, но и женщины, которые достаточно уже такого переименопаузального, а то и именопаузального возраста, приходят с различными выделениями, вот, и не обязательно, кстати, это сопровождается даже какой-то симптоматикой классического воспаления, особенно, если это уже было давно, и если процесс это хронический, хронического плана. Как правило, да, на приеме необходимо взять, если все-таки она до нас доходит, все мазки на инфекции, передающиеся плавным путем и обязательно на сифилис, на ВИЧ, на гепатит, это стандартное обследование, особенно, если выясняется в ходе активного расспроса, что там несколько половых партнеров или не постоит, да и даже, если, в принципе, один половой партнер, тоже очень сложно бывает исключить, не так давно у меня была пациентка, которая наблюдалась у меня уже достаточно давно, у нее была установлена Мирейна по поводу аденомиоза, у нее были очень обильные болезненные менструации, вот, и все вроде бы было нормально, все хорошо, через полгода пришла она ко мне на контрольный прием, какие-то выделения, я говорю, ну давайте мазочек возьмем, взяли мазок, а там обнаружились трехомонады, она очень не понимала, откуда они взялись, и надеялась на то, что они откуда-то у нее пришли, из бани или еще откуда-то, вот, такие случаи тоже бывают, поэтому при каких-то действительно хронических тазовых болях, или если какие-то есть выделения, тем более, сомнительного характера, конечно, однозначно надо мазки брать на инфекции, передающиеся полным путем. К сожалению, я полностью с вами согласен, но я говорю так, что то, что нас учили даже 5-10 лет назад, по сути все, абсолютно все болезни, они просто мутируют, мутируют, в том числе и от неконтролируемого принимания там всяких препаратов, ну, посмотрите, что даже есть мамы, которые там какие-то сопли появились, все, давайте антибиотик, что-то там появилось, давайте мы будем это принимать, точно так же, вот как Маргарита рассказывала, что, ну, я принимала там B12, но секундочку, B12 может дать рост, если там опухоль, может дать рост опухоли, зачем начинать принимать препараты, если вы им понятнее не имеете, что за проблема у вас, поэтому, к сожалению, к сожалению, там может быть не только неправильные там дозировки и неправильные приемы препаратов, но в том числе еще все-таки экология, никуда от нее не деться, и очень много, очень много, допустим, чисто неврологических болезней, которые, допустим, скрываются, и мы просто находим МРТ как диагностическая находка, ну, к примеру, тут те же грыжи секвестрированные, которые уже почти уже дают нарушение функций тазовых органов, то есть, по сути, а никаких болей не дает, допустим, может быть легко, такие грыжи, очень много таких пациентов приходят с секвестрированными грыжами, но без болей, то есть, никакой клинической симптоматики у них нет, поэтому очень-очень аккуратно нужно быть, потому что нужно встрять в такие проблемы, да, понятно, что любой врач там, как говорится, для следователя ответит, почему он провел его, почему он провел там, допустим, прием, но зачем дополнительные нервотрепки, потому что это действительно очень большая проблема для нынешних врачей, которые там пытаются лечить без всяких там обследований, я говорю, что вот если посмотреть, открыть любую книжку, вот то, что нас учили, скажем так, давайте так, 10-12 лет назад, ну там, больше мы учились, но давайте даже 10-12 лет назад то, что нас учили, если, если, допустим, поднять наши конспекты, вы увидите о том, что клиническая симптоматика будет четко, там, допустим, корешковый синдром, там, грыжа диска, откуда корешковый синдром, это грыжа диска, это объем какой-нибудь, то есть, и вот четко это должен быть, ну, я скажу так, что, ну, наверное, процентов 10-15 только дают какой-нибудь, действительно, какие-нибудь грыжи, которые даже большие, которые должны уже давать, ну, вот, мы на МРТ видим, а там никакой корешковый симптоматик нет, у меня пациентка была где-то полгода назад, она пришла с болями, как сейчас помню, с левой стороны, там, ей поставили, там, синдром грыжевидной мышцы, но далеко не было синдром грыжевидной мышцы, и, но болела слева, то есть, у него болит слева, 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 и тут, я говорю, идем, идем делать МРТ, она делает МРТ, и, а у нее грыжа справа, и все, а там, где делала МРТ, там ей предложили бесплатную консультацию невролога, она говорит, ну, а что там, бесплатно, все, это проблема, короче, нужно идти на операцию, я говорю, подождите, у вас же слева болит, ну, не может такого быть, что если там грыжа давит на корешок справа, то у вас и будет болеть слева, ну, и ее взяли на операцию, что там интересно, она попала в руки не очень добросовестному нейрохирургу, ее взяли на операцию, конечно, боли не ушли, реально не ушли, пока там, допустим, она отходила от операции, ничего не болело, потом, я говорю, а зачем вы пошли на операцию, вы пришли ко мне там за помощью, я вас отправил на МРТ, на МРТ, все, вы остановились там, ну, это ваше, конечно, ваше право, ваше решение, но теперь, представляете, что там почти месяц, нельзя сидеть, просто нельзя сидеть, ну, после операции на грыжу межпозвонковых детков нельзя сидеть, просто лежать там, стоять там, полулежа, полусидя, но никак с ними сидеть, я говорю, ну, вот, пожалуйста, месяц вы выкинули из жизни, хорошо, как она сейчас, ну, она там, ну, это надо, надо решить проблему, я говорю, конечно, надо решить проблему, потому что у вас совершенно другая проблема, просто одна мышца была перенапряжена, и пока она была под наркозом, она там, как бы, чуть-чуть расслабилась, потом она начала ходить, просто неправильно ходила, вот и все, то есть, неправильная походка, дала там, она как-то купила себе там, две пары обуви, которые там ей очень нравились, но ей не подходили, ну, вот, как бы, что связано там, обувь и походка, и там, поясница, ну, вот, такой пример, который там, никакого отношения там, обувь к пояснице не имеет, но она дает боли, точно так же, где грыжа, какие боли, вот, пожалуйста, в одном, в одном примере, там, несколько косяков наших врачей, которые там лечили, и лечили, там, делали блокады этой грушевидной мышцы, ну, ну, естественно, не будет помогать, потому что там совершенно другая проблема была, поэтому, к сожалению, нужно быть аккуратным, нашим коллегам, потому что, мы, по сути, как говорится, мы записываем это и для, и для врачей, и для пациентов, и нужно быть очень аккуратным, в чьи руки попадает пациент, как говорил раньше, что все-таки пациенту нужно подружиться с врачом, чтобы эта дружба, либо любовь была взаимной, не только в одностороннем порядке, не только пациент должен дружить с врачом, потому что, ну, врач берет на себя довольно-таки серьезную ответственность, когда к нему приходит пациент, и это очень серьезная вещь. Спасибо. Да, коллеги, большое спасибо, очень много сегодня разобрали разных симптомов, почему может болеть поясница. Давайте дадим рекомендации зрителям, кто дослушал. нас сегодня начнем. Давайте вот как раз с Владислава. Владислав, как у вас дела? Так, слышно? Владислав, вас не слышно. На самом деле, я так понял, мне слышно не было, я рассказывал. Нет, смотрите, слышно было, что делать лечение, когнитивно-поведенческая терапия, и дальше вы пропали, вот до этого момента. Давайте, может, я дальше немножко расскажу, и на этом. Да, 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 конечно, вот, ну, немножечко еще раз напомните, и вот эта тема, как раз, что делать лечение, и рекомендации нашим зрителям. При хронической тазовой боли, да, еще важный вопрос у людей, они все время хотят найти причину, почему именно у них возникла боль в тазу, соответственно, на момент, когда он приходит, это 3-6 месяцев после начала, мы не знаем, какая причина, и, соответственно, установить ее нельзя, просто есть, склонность. У человека к хронизации боли именно в области таза, как склонность к хронизации, там, главный боли. Соответственно, триггером может быть абсолютно любое заболевание, там, может быть, простатит, может быть, геморрой, может быть, цистит, и, соответственно, в дальнейшем просто реакция нотцептивной антцептивной системы, таким образом, вот, центральная хронизация, и поэтому человек уже ходит с такой хронической болью. Я уже, коллеги, а вам слышно, Владислава? Не, не слышно. Может быть, Владислав, выключите видео, потому что интернет-то плохой, может быть, из-за этого, и там, то есть, аудио лучше будет. Да, Владислав, попробуйте изображение отключить. Так, Владислав вроде и нас не слышит. Так, буквально прошу. Так, одну секунду для наших зрителей. Опять вас не слышно было? Может, вам камеру отключить и просто аудио оставить? Давайте. А где меня было не слышно? Так, сейчас попробуйте. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. А на чем я остановился? Вы как раз таки вот про лечение, ну вот, про лечение. У меня потерялось быстро, я сама вылетала. Ну вот, Хорошо. В общем, таким образом, вот хроническая тазовая боль немножко особенная ситуация, да, когда формируется центральная хронизация и периферическая хронизация, вот образуются эти болевые рецепторы на периферии, образуется большое количество клеток в голове, ну, не образуются, клетки там есть, просто большое количество клеток головного мозга участвует в боли, и, соответственно, есть особенности лечения, когда, ну, пациенту требуется большой достаточно вклад в это лечение. Конечно, бывают ситуации, когда, ну, это на самом деле в начале заболевания, если это длится несколько месяцев, когда помогают, я уже сказал, антидепрессанты в монотерапии, и блокады могут помочь, и остеопатия, там, мануальная терапия может помочь, но, если, тем не менее, это не помогло, что-то одно, там, бутулин терапия, не нужно отчаиваться, если человек занимается комплексно, если он занимается антидепрессионной психотерапией, медитацией, а с возраста гимнастикой, то больше всего пациентов оздоравливают. Вот, поэтому, здесь основное, это, ну, настроиться, наверное, на длительное такое всё-таки лечение, и самое важное, принять ситуацию, принять, что это тазовая боль, хроническая, и перестать всё-таки делать эти обследования, если их уже, ну, если сделано, как я уже сказал, все необходимые обследования, как правило, эти пациенты, разумеется, приходят, у них есть и маркотаза, да, и консультация уролога, проктолога, гинеколога, мазки, обычно даже на какие-то самые редчайшие инфекции, которые только существуют, соответственно, и мазки, и анализы крови, это всё уже люди прошли. Вот, но это всё, что я хотел сказать о тазовом боли. Ну и ваши рекомендации нашим сегодняшним зрителям? Ну, разумеется, быть внимательным к себе и смотреть, желательно заниматься модификацией образа жизни, немножко изменять его в сторону здорового, да, заниматься, если возможно, диетой, физической активностью, той же медитацией можно, если есть к этому склонность. Сейчас считается, что это необходимо делать примерно с возраста 45 лет, и в этом случае действительно те хронические заболевания, которые мы здесь в том числе обсуждаем, там, метаболический синдром, гипертоническая болезнь, да, они могут у человека возникнуть, но гораздо позже, чем если он не занимается этими, не занимается здоровым образом жизни. Да, то есть до 45 лет это ещё незаметно, но после 45 лет, если отсутствует банальные гигиенические такие вещи, диета, ну, вообще, в принципе, наблюдение за питанием, регулярная физическая активность, нормальный сон, это уже непосредственно приводит к дальнейшим хроническим заболеваниям. Спасибо большое, сейчас было слышно. Вот, отлично. Коллеги, кто следующий с рекомендациями? Ну, давайте я скажу про свои рекомендации, я немножко уже затронула. Ну, во-первых, как бы рекомендую всем посещать гинеколога обязательно, хотя бы раз в год, даже если ничего не беспокоит, особенно акцент хочу сделать именно для на женщинах менопаузального возраста, у которых уже менструации закончились, и они считают, что не надо приходить к гинекологу, раз ничего нету, значит и не надо. Вот, обязательно, особенно есть сопутствующие заболевания, такие как миома матки, надо обязательно за ней наблюдаться, наблюдать. вот, если возникли боли, то ни в коем случае не заниматься самолечением, бесконтрольный прием препаратов, это не есть хорошо, и потом специалисту сложно понять, во-первых, легко стереть клиническую картину, и потом сложно вылечить. Как можно быстрее, все-таки я рекомендую прийти на прием, при необходимости там сдать соответствующие анализы, обязательно выполнить УЗИ органов малого таза, и подальше по рекомендациям, собственно, какие-то еще дополнительные анализы тоже необходимо сдать. Если совсем ничего не беспокоит, то обязательно раз в год выполнять, вне зависимости от возраста УЗИ органов малого таза, сдавать соответствующие мазки на флуру, на онкцитологию, на ВПЧ, допустим, сдавать, если там все отрицательно, все было хорошо, раз в пять лет. Ну, я все-таки не отпускаю женщин на столь долгий период, все-таки раз в три года, если даже все было хорошо и ничего не беспокоило, такие мазки рекомендуется сдавать раз в три года. Пожалуй, это все. Спасибо большое. Я начну с маленькой рекламы. Я за это ничего не получу, но все равно я очень благодарен вам, Ольга, и Кириллу Придухину, что вы все-таки нас собрали, потому что благодаря вам по сути и мы вместе. Вы создали неплохой клуб, который делает из врачей уважаемых людей, назовем это так, потому что и врач начинает себя уважать, потому что очень много врачей работают почти бесплатно. У меня есть однокурсница, мы учились с ней вместе, и она работает в скоропомощной больнице, и она чуть не плакала. Она очень крутой эндокронолог, реально крутой, и когда она мне сказала, что ты понимаешь, что я зарабатываю на ставку 45 тысяч, мне не жалко таких врачей, при этом она действительно очень хороший врач, поэтому низкий вам поклон, вашей семье, что вы нам помогаете расти, в том числе и в профессиональном плане, потому что вести какой-нибудь блог, это тоже нужно иметь профессионализм, просто так ты не сможешь это сделать, поэтому низкий вам поклон, передадите Кириллу от нас, ну, вам я говорю лично, а Кириллу передадите, и по поводу наших пациентов и наших врачей, коллеги, не думайте о том, что вас не коснется это, если вы что-то сделаете плохое пациенту, поверьте мне, что это вернется вам с торицей, поэтому стандарты придумали не глупые люди, работать по стандартам, поверьте мне, что это вам окупится, плюс еще для наших пациентов я могу вам сказать так, что найдите своего врача, потому что если вот большинство пациентов со мной, я не знаю, это уже больше 10 лет, и они, то есть от них приходят, как говорится, передают меня, как это переходящее знамя, и они знают, что если я сказал, что мне нужно это обследование, это не обсуждается, то есть хотите вы этого или нет, если вы не хотите, до свидания, идите лечитесь у другого, найдите своего врача, как вы найдете свою родственную душу, поверьте мне, что если врач вам скажет, что нужно сделать этот рентген, не нужен нам этот МРТ, значит врач лучше знает, потому что врач сначала учился 6 лет, потом еще 2 года интернатура, кто-то там сначала до ординатуры еще интернатуру проходил, а потом еще лет 10-15 опыта, поэтому он лучше знает, как вас лечить, да, но с одной отговоркой, что вы нашли своего врача, поэтому обязательно, как сказала Елена, для женщин, милые наши дамы, мы без вас никто, мужчина без вас никто, поэтому сохранять свое женское здоровье, и как сказала Елена, обязательно, ну я просто не знаю по стандартам, но своим пациентам, я всегда говорю, девушкам, я всегда говорю, два раза как минимум нужно ходить к гинекологу, просто сходите, потому что от вас это, скажем так, не особо усилий требуется от вас, но зато вы точно будете знать и ваш мужчина, ваш муж, ваши родные будут знать о том, что у вас здоровая мама, поэтому это, наверное, все-таки для каждого мужчины это самое главное в этой жизни, поэтому для женщин, а для мужчин, ну вы не забывайте, что вы все-таки папы, поэтому кто сильный, кто, как говорится, добытчик в семье, кто должен зарабатывать деньги, чтобы их жены ходили по врачам, поэтому обязательно цените, в первую очередь цените врачей, потому что без них, поверьте мне, вы дойдете до кладбища, это я даже не утрирую, честно, не утрирую, потому что действительно есть очень много, очень много пациентов, которые уже там, поэтому я всегда стараюсь помогать пациентам, но пациент тоже должен этого хотеть, точно так же, как любой из наших врачей, то есть я, находясь в нашем клубе успешных врачей, я скажу так, что есть действительно наши единомышленники, которые действительно стараются ставить медицину на первом месте, ну а там бизнес, это на третьем, на четвертом месте, поэтому вы можете зайти, наверное, и увидеть, какие врачи у нас в клубе, и я думаю о том, что в каждом городе есть свой хороший врач, который вы найдете для себя, ну, как-то так. Да, Корнел, спасибо вам большое за ваши слова, и для наших зрителей что хочется сказать, что действительно, как вы знаете, мы стараемся вам показывать прекрасных врачей, которые имеют огромный опыт работы, и как раз таки в клубе вы видите врачей, не людей, которые стоят около медицины, если можно, я так скажу, да, всяких не имеющих медицинского образования, вы видите, квалифицированных специалистов, за что, коллеги, я вам всем очень благодарна, и крайне рекомендую обращаться, дорогие зрители, коллегам за рекомендациями, за лечением, ссылочки на их странички будут в описании под этим видео, потому что мы уже сегодня говорили очень много разных шарлатанов, очень много людей, не имеющих ничего общего с медициной, да, на сегодняшний день, но выдающих себя за профессионалов, я хочу, чтобы вы всегда получали квалифицированную медицинскую помощь от настоящих специалистов, от экспертов в своей области, и главное, чтобы ваше здоровье с каждым днем становилось все лучше, 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 а наши прекрасные врачи, которых вы сегодня видели, обязательно вам в этом помогут, ссылочки на их странички в описании под этим видео, ну и мужская мощь для мужского здоровья, также на страже вашего мужского здоровья, коллеги, всем большое спасибо, и до новых встреч, счастливо, спасибо, 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 Продолжение следует...